что настал этот день от которого я долго пряталась убегала но нас фактически уже вынуждают здесь ставить прививки в турции и мы записались на рандеву взяли рандеву и сейчас едем ставить прививку мужа уже одна есть я буду ставить свою первую а в турции коля два вида прививок это китайская сеновак и немецкая пионтек пионтек и мы едем колоть вторую она кстати есть далеко не везде не во всех больничках поэтому нас запись далеко от дома а почему вообще я решила такие у колодца хотя я была категорически против я сейчас категорически против ибо мы не можем прогнозировать последствия которые будут после прививки которую создали очень очень быстро но у нас очень жестко закрутили гайки я думаю что все вы уже слышали про то что с 6 числа или новое ограничение да для того чтобы сесть на междугородний автобус либо здесь на самолет теперь нужно будет прививка 2 прививки после которых должно пройти не менее 14 дней чтобы вас в ходе в исходе высветилось что вы привиты да и можете спокойно путешествовать все эти правила распространяются и на иностранцев и мы видели как проверяют тесты на коронавирус на посадке в самолет если у вас нет прививки вы должны сдавать пцр тест не меньше чем за 48 часов до посадки в самолет российская прививка принимается но только двухфазные то есть сейчас не принимают российский спутник light который однопазная прививка одежда двухфазные спутник вид его принимают ну и вот соответственно наши прививки тоже принимают но знаете что самое страшное для нас это то что сейчас турки изобретают свою прививку вот она уже скоро будет готова который называется турковак и это не ну как бы это только наши домыслы но почему-то есть у нас такое подозрение что когда эту прививку сделают то заставит всех обязательно колоться вот этим турковаком это совсем не хочется потому что турецкой прививки что-то как-то не очень доверяем мы приехали в больничку вот смотрите на дереве написано аши аши это прививка никого сегодня нет на очереди только бумажки на подпись смотрите смотрите вот такая форма здесь написано что ну короче вы как бы сами за себя в ответе вот ее надо подписать вроде как муж подписывал в прошлый раз как делал а сейчас нам сказали даже как бы и не надо в общем это муж у нас не надо я даю свой кимик тамуца и здесь Я не могу. Давайте. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Вам нужно снимать? Нет, мы не снимем. Я не сниму. 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 Да. Мед Nada. Прости. Возвращайтесь. Прости. Работайте. Возвращайтесь. Прёт. Прошу. 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 я все вообще ничего не почувствовала на самом деле сейчас надо сидеть прошлый раз мужу стало очень плохо и него потемнело в глазах вот его забрали на каталке в больницу я не снимала это все на youtube кто смотрит меня в store знает вот но я сейчас пока вроде нормально вроде пока больше паники у меня ждем знаете я сразу хочу сказать если вы хотите писать какие-то гадости по поводу что там ну как бы все по все умрут кто поставил прививки очень много таких комментариев на самом деле мы не знаем что с нами будет мы не знаем какие последствия действительно будут этой прививки я тоже была категорически против и сейчас тоже я не ну не поменяла в принципе свое мнение да то есть я по-прежнему думаю о том что да я боюсь последствий которые могут быть после этой прививки да мы не знаем чем это все может быть закончится сразу скажу в чипирование я и не верю хоть и сказал что я чипировала чипировалась ни в какие там чипы что нам там подключат вышки 5g я не верю в это все не знаю что будет надеюсь что мои опасения напрасны вот смотрите что тут написано здесь написано о том что может могут быть потом последствия такие как температура головная боль тошнота диарея и все такое что нельзя во время беременности ставить вот что может быть реакция и 15 минут нужно посидеть аллергическая реакция что 15 минут нужно посидеть на рядом с больницей чтобы если что вас забрали в клинику вот ну и что нужно потом соблюдать дистанцию полтора метра ну как всегда что нужно пользоваться масками все дела в общем ничего такого кстати хотел так же сказать что у нас не будет проводить никакое обследование перед прививкой ничего просто приходите вам коля и а вы уходите вот посмотрим что будет дальше в течение дня сейчас прошло где наверно минут 10 ну и пока что все окей не у меня не у мужа никаких нет побочек как прошлый раз пошла раз из-за него очень сильно испугалась кстати прям очень то что у него у тебя глаза и стало дико плохо поэтому мы поедем домой пожалуй это капец это вот пока буквально 10 прошло мне такое ощущение что у меня просто плечо выбились его место то есть ну реально просто знаете вот как вывих что ли такое вот как бывает и вот реально вот у меня сейчас такое ощущение что у меня плечо вытаскивают из сустава я не знаю просто то есть как бы и с одной стороны она как это по-русски называется колуму и что я потом переведу это и с другой стороны как будто реально просто плечо вывернули нафиг это же есть такое противное ощущение уже прошли сутки после того как я привелась я специально не стала сразу записывать конец видео потому что хотела посмотреть как мне все это будет проходить потому что кто-то писал вообще про дикие последствия лихорадку и так далее у меня очень сильно болела левая рука сейчас она уже прошла после того как я приняла норофен ну и сегодня я утром встала и чувствовала такую знаете слабость как будто бы похмелье то ли что он я не знаю как будто бы ты заболеваешь в общем и я спала днем воды после обеда только более или менее оклемалась вот и сейчас чувствую себя вполне нормально то есть меня не было как у многих там температуры лихорадки озноба ночью все было нормально кстати знаете что интересно я вчера услышала что после того как в турции 6 сентября ввели новые правила вот по передвижению между городами да по посещению общественных мест с прививкой с пц стало намного больше прививаться людей то есть все реально ну впрочем как и я я не отличаюсь от всех все поскакали прививаться вот так вот очень грамотный был вход от властей я скажу вам и вчера мы хотели записаться на вторую дозу на бионтек и самое смешное что мы с трудом нашли клинику где есть эта вакцина потому что во многих местах ее уже нет просто осталось только китайская но и все ждут вот этой турецкой турковака вот в общем надеюсь что все будет хорошо и буду на сегодня с вами прощаться если вам было интересно ставьте лайки комментируйте за какие-то неадекватные комментарии сразу буду блокировать потому что все таки у каждое у каждого человека свое мнение по поводу вакцины и так далее подписывайтесь на канал на эту новую встречу пока пока